Белоснежка Люди видят, что ребятки могут выступать, что они обычные дети, что не бояться, их нечего. Нам очень нравится, нам очень это много дает выступление, то, что он участвует. Учителя, волонтеры, студенты педколледжа и родители. Им тоже пришлось на время стать героями красивой сказочной истории. Семья Дерягиных на сцене в полном составе. Они поддерживают своего сына во всех его начинаниях. Андрей активно участвует в театральных постановках, занимается плаванием и лыжами. Ему все интересно, на все хватает силы и времени. Иногда ему подсказывают песню петь. Словом не подсказывают. Иногда я забывал. Андрей меня всегда выручал. Лучше знает меня текст. Всей семьей выступаем впервые. Начал в этом мюзикле участвовать у нас Андрюша, потом присоединился папа и совсем недавно я. Очень нравится. И семью сближает очень. Мюзикл «Белоснежка» уже два года. Его поставили родители, дети которых имеют нарушение опорно-двигательного аппарата. Сегодня у них есть свой зритель. Они гастролируют по всей Архангельской области и даже побывали с мюзиклом в Германии. Цель проекта была показать, что особые дети могут быть такими же талантливыми и точно так же, как обычные дети, выступать на сцене. Фестиваль равные возможности проходил в рамках российско-норвежского проекта «Миссия Макрель». Подобные проекты проходят во многих городах России. Их главная цель – собрать пожертвования для детей-инвалидов. Этот концерт не стал исключением. Наши северяне охотно откликнулись и стали участниками проекта. Внесли пожертвования, купив самодельного ангелочка. Акция «Добрый Архангельск» – благотворительный марафон, в рамках которого проходит акция «Деньги в банку», предназначена для ребят, которые передвигаются на коляске. Так как коляски все равно требуют ремонта и с года в год ломаются. И поэтому все средства, которые будут выручены в рамках этой акции, пойдут на ремонт колясок. Марафон «Добрый Архангельск» проходит уже четвертый год. Он призван объединить усилия разных общественных организаций, чтобы оказать помощь социально незащищенным группам населения. И это не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и дети-сироты, одинокие старики и даже брошенные животные. Благодаря неравнодушным жителям уже удалось собрать полмиллиона рублей. Задача марафона – вовлечь горожан в благотворительность, рассказать и показать, кому и каким способом можно помогать. Можно собрать макулатуру, можно послать СМС, можно купить чашку кофе, и часть средств будет перечислена в помощь нуждающимся. Основная идея марафона «Добрый Архангельск» – сказать людям, что благотворителем может быть каждый. И не обязательно для этого быть богатым и иметь много денег. Можно просто оказать кому-то внимание, помочь, сделать что-то своими руками, потратить свое личное время и помочь ближним. Благотворительный марафон еще не заканчивается в столице Поморья, он продлится неделю. И у тех, кто еще не стал его участником, есть время сделать доброе дело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok